Сейчас самые заметные события прошедшего четверга, его герои и, конечно, мнение тех, кто причастен к самым громким новостям. С вами Алексей Фролов. Три миллиона вопросов по телефону и через интернет пришли главе государства. Накануне почти четыре часа Владимир Путин вел прямой разговор с гражданами России. Вопросы задавали приглашенные в студию журналисты и эксперты с одним из тех, с кем беседовал президент. Мы встретимся сегодня в студии 25-го часа. Состояние экономики, цены, наши отношения с Украиной. Вот основные проблемы, которые волнуют россиян. Екатерина Воскребенцева продолжит. За минуту до старта, 13-го для Владимира Путина, телемарафона со страной операторы колл-центра фиксируют россияне. Задали президенту около полутора миллионов вопросов. Такого не было еще никогда, но и год. Минувший с момента предыдущего общения в прямом эфире оказался насыщенным на события. Тема номер один. Ситуация в экономике. Дела у финансовой системы по сравнению с декабрем 2014-го гораздо лучше, но проблем по-прежнему много. Как с ними справляется правительство, спрашивают у Путина. Иногда складывается впечатление, что главная стратегия заключается в ожидании отскока нефтяных цен. Вот сейчас они подрастут, деньги, так сказать, начнут прибывать в бюджете, и все проблемы решатся сами собой. Это избыточно критическая оценка деятельности правительства. Можно было бы побыстрее или нет? Ну, наверное, можно было бы пошевелиться побыстрее, это правда. Но, тем не менее, мероприятия этого плана достаточно продуманы и, считаю, что адекватно отражают современное состояние нашей экономики. Что я имею в виду? Ну, во-первых, план масштабный, предусмотрено на его реализацию.